Все перила, все стены, абсолютно все горело. Проводка во всех квартирах сгорела. Стены в копоте, а в воздухе до сих пор чувствуется запах гаря. Пожар в подъезде многоквартирного дома в Щекине произошел еще в сентябре прошлого года. Но о случившемся людям до сих пор напоминают черные стены. Как будто это было не год назад, а только вчера, говорит Галина Генералова. Ночью в электрощитовой загорелась проводка. Пожар за считанные минуты охватил все пять этажей. Я не спала, телезер смотрела, почувствовала, что запах какой-то. Открываю дверь, а там уже дым вовсю. Я закричала, пожар, побежала вниз, в дверь стучусь. Значит, выходите, пожар, пожар. Но не успели все выйти, потому что дети грудные были. Мы пожарные вызывали и детей снимали с этих, с балконов. С пятого, с третьего этажа. Сколько было звонков в управляющую компанию и местную администрацию, жильцы и не помнят. В последний раз обратились уже к областной власти. О проблеме рассказали по телефону доверия губернатора. На то, что глава региона к ним приедет, сам не рассчитывали. Алексей Дюмин сразу пошел в подъезд. Первый вопрос главе администрации района. Сразу же надо было сделать. Я понимаю, ладно, хорошо, месяц я понимаю. Два месяца я понимаю. Но когда уже год люди живут, это вообще дополнительная история. Мы с вами наводим порядок в сфере ЖКХ, а у нас под носом творятся такие вещи. Две недели даем тропу. За две недели все даже не нужно. И ищутся там, что-то приедут, либо представители пришли, посмотрят. Подъезд был идеальный. Узнав, что приехал Алексей Дюмин, возле подъезда собрались жители соседних домов. У каждого своя проблема, но у всех она коммунальная. У нас дом сыпется, подъезды не ремонтируются, карнизы осыпаются. Каждый день почти у нас канализация течет. Это очень большая проблема. У нас маленькие дети. По количеству жалоб Щукинский район занимает четвертое место в области. Во время оттепеля здесь затапливает целые улицы, как это было в феврале. Тогда длина лужи составила 70 метров. Летом люди регулярно выкладывают фотографии переполненных мусорных контейнеров. Дюмин еще раз напоминает, на рынке УК порядок будет наведен. Рейтинг управляющих компаний в этом должен помочь. Красная зона для коммунальщиков в этом рейтинге, как лакмусовая бумажка, что пора менять подход к работе или уходить с рынка. В сфере ЖКХ мы наведем порядок. Для этого нужно месяц, два, может быть, три месяца. Сколько нам по времени? Я думаю, что к отопительному сезону мы порядок очень прошерстим. Те, кто воруют, мы их поставим в тюрьму. Я вам это обещаю. Те, кто журничает, мы их выведем на чистую воду. Мы оставим чистой, прозрачной компанией. Алексей Дюмин продолжает. 4 июля по его поручению в Щукино пройдет расширенный прием граждан. В город приедут министры ЖКХ, здравоохранения, начальник жилищной инспекции. То, что не может или не хочет решить местная власть, будет решать областная. Надежда Мелехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.